В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! В школах России началась экзаменационная пора. Сегодня 11-классники сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Всех выпускников Выборгского района принимала школа номер 8. Школьники прошли регистрацию с паспортами и обычную на экзамене процедуру – проверку на металлодетекторе. Для того, чтобы исключить наличие запрещенных предметов и мобильных телефонов. Если на экзамене будет обнаружен гаджет, работу его владельца аннулируют. В этом году географию сдавали 18 человек. На выполнение теста им отводилось 3 часа. Литературу выбрали 50 выпускников. Работу нужно было выполнить за 3 часа 55 минут. Результаты ЕГЭ школьники узнают не позднее 11 июня. Ну а первые из обязательных экзаменов – базовую и профильную математику – выпускникам предстоит сдавать 29 мая. Всего до итоговой государственной аттестации в Выборгском районе допущены 586 11-классников. Выборжцы стали свидетелями боя на заставе. Нарушители границы открыли огонь и попытались скрыться. Но вскоре были задержаны защитниками рубежей. В погоне участвовал и верный друг пограничника. Реконструкция боя и показательные выступления спецподразделений были приурочены к профессиональному празднику – Дню пограничника, который в Выборге по традиции отмечается, что называется, всем миром. Поздравляют стражи границы многочисленные творческие коллективы и горожане, собравшиеся в этот день на Батарейной горе. 28 мая мы будем отмечать 101-ю годовщину со дня образования пограничных войск. Это традиция, которая зарождалась не нами. Мы проводим это мероприятие для наших жителей, для всех тех, кто служил. Обратите внимание, сколько воинов, бывших воинов, но не бывших пограничников в зеленых фуражках сегодня среди нас находится. Чувствуется праздничное настроение, чувствуется особая атмосфера, которая должна передаваться от поколения к поколению. Еще Владимир Ильич Ленин сказал, мы стоим за создание государства, а государство предполагает границы, и мы их должны защищать. Город Выборг – это пограничный город, он с большой историей. Здесь очень много пограничников, и преемственность уже идет в пограничных войсках. Здесь кто служил в пограничных войсках. Их дети, внуки даже служат в пограничных войсках. Я пришла, чтобы отметить праздник День пограничника, потому что это, я считаю, что это очень важный праздник для всех людей. И еще потому что у меня сестра тоже служит на границе. Мы за мир, мы за счастье и за здоровье всех людей. Прямо под открытым небом расположилась оружейная выставка. На ней представлены винтовки и гранатометы, находящиеся на вооружении у современных пограничников. Каждый смог подержать их в руках, прицелиться и почувствовать себя причастным к охране государственной границы. Здесь же также развернута полевая кухня, солдатская каша. Все условия для того, чтобы все жители города Выборга отдохнули и почувствовали себя пограничниками. Это праздник, как говорится, не только пограничников, это праздник всего народа. И издавна было, что границу охраняет весь народ. Как говорил Владимир Владимирович Путин, пограничник это не профессия, пограничник это судьба. Кульминацией праздника на Батарейной горе стал показательный номер спецназа. Стражи порядка продемонстрировали отличную физическую форму и высокий профессионализм. Большинство выборгских пограничников отметили, что служат по призванию и гордятся своими зелеными погонами. А это значит, что наша граница в надежных руках. Лея семьи появилась в Выборге. Активисты Совета Отцов и члены их семей посадили молодые клены в зеленой зоне за Соборной площадью. Папы Выборгского района объединились еще в марте этого года. В первом заседании участвовало шестеро. Теперь Совет Отцов насчитывает более 20 человек. Несмотря на погоду на такую, мы вышли и свое желание мы исполнили. Во-первых, мы помогаем благоустройству нашего города. Попросили помочь посадить именно клены, потому что здесь уже один клен стоит, давно растет. И для того, чтобы было красивее, был уже какой-то архитектурный ансамбль из деревьев, мы решили посадить именно клены. При этом спасибо, говорю, отделу благоустройства, которые помогли нам немного, показали. Место такое очень хорошее выбрали в центре города, прямо не на окраине. То есть наши дети, которые участвовали в посадке, будут приходить, смотреть на свои деревья, которые растут. Ну и будем за ними, конечно, теперь наблюдать и ухаживать. Саженцы для будущей аллеи отцы выкапывали вдоль дорог, на подлежащих вырубке участках в связи с расширением трассы. Участники акции надеются, что молодые деревца приживутся и будут радовать горожан и туристов. Мы демонстрируем, что все жители нашего города в судьбе его неравнодушны. Показываем пример и своим детям, и всем гражданам. Чувствуем себя, конечно, отлично. Говорят, что погода плохая, погода очень хорошая, особенно для посадки деревьев. Это больше пропагандистская акция. Это как старшая Тимура и его команда. Это отцы собрались и демонстрируют своим детям, как нужно не просто сидеть на диване с телефонами, а делать что-то полезное, что принесет удовольствие себе самому. Выборгские папы намерены в будущем участвовать в благоустройстве детских площадок, в организации спортивных и развлекательных мероприятий, в экологических акциях. Это же акция добра. То есть люди здесь пришли не только посадить, пообщаться. Все с хорошим настроением, с хорошими мыслями. Мне кажется, что такие акции вообще полезны. Они дружеские. Я надеюсь, что это не последняя наша акция, а в будущем мы будем набирать оборот. Нам будут давать новые и новые места для посадки деревьев, и мы будем, соответственно, привлекать уже жен, детей, и у нас будет здесь много народу. Вступить в совет может любой неравнодушный к будущему своих детей глава семьи. Совет отцов существует не только на уровне Выборгского района. Аналогичные организации созданы в ряде городских и сельских поселений. Выборжцы с первой отрицательной массово сдают кровь. Уже сегодня с самого утра в центре сдачи крови не протолкнуться. Очередь в регистратуру растянулась до конца коридора. Людей объединяет одна цель – спасти Евгению Соколову. У девушки серьезное заболевание. Сейчас она находится в реанимации и нуждается в переливании. Пост в социальных сетях с призывом помочь дочери опубликовала Ольга Соколова. Откликнулись не только горожане, но и жители Выборгского района. Жена почитала в интернете о том, что нужна кровь, первая отрицательная. Я знаю, что это достаточно редкая кровь, и знаю, что у меня такая. Поэтому я пришел ее сдать. Помощь нужна человеку, поэтому я пришел. Нужно помыть людям в сложной ситуации, конечно. Причем бескорестной. Сколько еще понадобится крови, пока непонятно. По словам матери Евгения, состояние девушки немного улучшилось, но все еще остается тяжелым. Переливание нуждается постоянно, так как обширный сепсис. Сколько крови понадобится, никто не знает. В пятницу организовали прием крови из Каменки. Позвали солдат. Семь человек солдат сдали. Сегодня очень много народу приехало и из Каменки, и из Выборга, и со всей области. Я всем очень благодарна. Ну и также хочу напоследок сказать, что призываю, что люди с редкой группой крови, пожалуйста, станьте донорами. Потому что в такой вот экстренной ситуации, когда нет крови, это беда. От этого зависит жизнь людей. По словам медиков, за сегодня они успели принять достаточно большое количество доноров и призвали сдавать кровь не только в чрезвычайных ситуациях. Помочь спасти чью-то жизнь может каждый совершеннолетний здоровый гражданин нашей страны. Стоит только захотеть. Прием крови мы производим регулярно, с понедельника по четверг, с 8 до 11. Для того, чтобы стать донором, надо иметь возраст 18 лет, иметь регистрацию в Российской Федерации и паспорт. Для первого раза этого вполне достаточно. Не иметь хронических заболеваний, значит, иметь вес не менее 50 килограмм, ну, то есть быть здоровым человеком. По всем дополнительным вопросам можно обратиться в Центр сдачи крови. Он расположен по адресу Приморское шоссе, 32, телефон 251-25. Уйдем с дороги скромную тропою на мыс, что весь в цветах благоуханных целуем и серебряной волной. Там, возведенный в греческой манере, открытый храм предстанет пред тобой. Немногие из зрителей знают автора этих строк. Учащиеся 37-й школы безошибочно укажут на барона Людвига Николаи. В учебном заведении прошел конкурс чтецов поэмы имения Монрепо в Финляндии. Он закрыл цикл лекции, посвященной изучению родного края. Ребята познакомились с природой Карельского перешейка, с животным миром нашего парка Монрепо, с архитектурой, с историей родного края. Все это проходило в формате уроков. И вот сейчас мы решили завершить этот цикл на такой вот радостной ноте. Решили провести итоговую большую лекцию, в которой ребята бы активно участвовали, читали бы отрывки поэмы. По словам организаторов, проведение таких мероприятий поддерживает творческое развитие школьников. Через чтение поэмы ребята лучше узнают историю родного края. Фактически у детей полное вовлечение в процесс обучения идет. Мы им даем информацию, они могут дальше уже исследовать, изучать что-то. В то же время получать грамоты, дипломы, то есть это и бонусная программа. Сами ребята тоже говорят о пользе таких занятий. Победительница конкурса Евгения Киркерекова считает, что такие уроки заставляют учеников задуматься, начать изучать историю своего народа. Сама концепция проведения этого мероприятия, на мой взгляд, очень важна ученикам разных возрастов, потому что таким образом мы узнаем больше о том, где мы живем, о том, что происходит вокруг нас. И даже не верится, что такая удивительная эпоха, такие удивительные люди жили там, где сейчас живу я. Несмотря на сложность восприятия произведения, ребятам удалось полностью погрузиться в удивительный мир поэмы. Члены жюри, прослушав конкурсантов, высоко оценили выразительность и артистизм исполнения. Несколько выступлений были отдельно отмечены за оригинальность костюмов. Все участники получили сертификаты. Победители были награждены памятными подарками и дипломами. 27 мая в России – День библиотек. В Выборге в библиотеке Алваралты считают, что этот праздник должны отмечать и читатели. В шестой раз в преддверии даты там прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии. За преданность коллектив библиотеки благодарил всех, кто остается верным настоящей книге. Любит читать сам и прививает любовь к чтению детям или ученикам. Всегда поможем выбрать книгу по душе, либо ту информацию, которая необходима для работы, либо для учебы. Мы являемся такими проводниками в большом мире информации. И с большим удовольствием, конечно же, помогаем нашим читателям. В этом году в номинации «Лучший юный читатель», отмеченный Настасия Кулакова, она прочитала 237 книг. И братья Лагвинюк, Арсений и Макар. Мальчики посетили детскую библиотеку по 45 раз каждый. Лучшим читателем среди взрослых признан Вадим Николаев. Мне очень нравится. Отвлекает немножко от жизни, как-то учит чему-то. Неприятно перед сном почитать. Или в свободное время. Хотя его не очень много, но я читаю каждый день. Хоть по нескольку листов читаю. Премию за верность чтению присудили Виктору Жерздеву, который буквально взрослел вместе с библиотекой. Записан сюда с 1969 года. Народу было много. Начинали с этой лестницы. И вот так заходишь. Давали тебе закладку. Идешь по полкам, выбираешь книги. Ну а потом, когда реконструкция произошла, все равно ходим. Ну и сейчас хожу, читаю все. Такие, вижу, постоянных читателей много. А что я хочу пожелать всем работникам. Так же, как они работали, приветливые они всегда. Здоровья, счастья личного. Выкополучие. Самой читающей семьей стала семья Теренченко. Подвижниками чтения назвали заведующую библиотекой выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина Ольгу Лебедеву и учителя русского языка и литературы школы номер 37 Выборга Ольгу Задорскую. Ее ученики подготовили творческое поздравление для коллектива и читателей. В этом году именно они представляли библиотеку Алта на областном конкурсе. Мы очень сильно понравились областной детской библиотеке и в конце июня мы отправляемся, впервые выборгские дети отправляются в книжный путь, Приозерск, Карелия, Латенпохе, Сартовала и Рускеала. Они поедут в одном автобусе с писателями. На церемонии подвели итоги акции совместные чтения в сети. В течение года библиотекари предлагали интернет-пользователям книгу к прочтению. Затем все делились впечатлениями. Самыми активными комментаторами стали Мария Халеева и Анастасия Миркус. А между тем в библиотеке ищут новые формы работы с читателями. Впервые книга соединится с танцами. В стенах шедевра Алвара Алта, пластический перформанс, представят хореографические коллективы «Сюрприз» и модерн-балет. Кто много читает, тот увидит очень многих героев различных книг. Но для этого нужно действительно читать, во-первых. Во-вторых, еще чтобы была какая-то фантазия. Очень переживаем, потому что это действительно очень необычно. И очень хочется услышать отзывы наших зрителей. Кому интересно, 2-9 июня у нас еще открыта онлайн-регистрация. Мы всех ждем. Записаться на мероприятие можно также по телефону 242-79. Профессиональный праздник, День библиотек, отмечают сегодня и в Выборгском замке. В 1960 году при Краевеческом музее была открыта научная библиотека, которая по сей день действует в северном флигеле главного корпуса. Сегодня ее фонды доступны для читателей, а научные сотрудники, помимо исследовательской деятельности, готовят для гостей интересные выставки. Сейчас в библиотеке работает экспозиция о связях Выборга с миром науки. Десять лет назад была выпущена брошюра с краткими биографиями ученых, которые волей и судьбой оказались связаны с Выборгом. Нашему городу в их жизни отводилась особенная роль. Ее подчеркнул в своем эссе Осип Мандрештам. В Выборге можно додумать то, о чем не получалось думать в Петербурге. Это место, где человек мог найти просто отдохновение от суеты, собраться с мыслями, зарядиться какой-то энергией и дальше уже решать свою проблему, творческую проблему или жизненную, уже с новыми силами. То есть Выборг как место, где можно как отдохнуть, так и напитаться новыми силами для создания чего-то нового. Особое место в экспозиции отводится изображением здания сегодняшней школы номер 7. В начале 20-го столетия там располагалась Народная школа Репола. Это был настоящий храм знаний. Даже в украшающих стен и медальонах содержалась информация об истории страны и ее научного развития. Второй ярус украшали миниатюрные бюсты ученых. Вот, например, как история страны читалась, там был пример настоящий. Вот я могу сказать, что когда изучались чертежи строительные, казалось, что это архитектор просто думает, какую дату поставить на фасад. А на самом деле он даже не думал. То есть он изначально, и это было сделано, предполагал, что там будет пример 1808 плюс 55. И вот получается, что и дата 1808, и результат сложения этого примера – это две основополагающие даты для развития национального самосознания в Финляндии. Да, вот в те времена, когда она была частью Российской империи. Представлены книги, в том числе редкие, почтовые открытки, фотографии, марки, некоторые документы и даже цветы. Герберы стали частью экспозиции. Таким образом, составители проиллюстрировали материал о немецком ботанике, директоре аптекарского огорода в Москве, в честь которого они были названы. Его изображение, к сожалению, не сохранилось. Как Гербер связан с Выборгом. Оказывается, когда должность директора аптекарского огорода была, ну, скажем так, временно ликвидирована, да, то он вынужден был отправиться никуда иначе, как в Выборг на войну. И, будучи всего 33 лет от роду, он сюда приехал, он был врачом, значит, здесь, в нашей российской армии. Тяжело здесь заболел и в 1743 году скончался. И он в Выборге похоронен. Мы хотим сказать, что поскольку этот человек похоронен в Выборге, то вот если нужно сделать кому-то именно выборгский подарок, то можно подарить цветок Герберу, да, потому что он назван здесь человека, здесь похороненного. Выставка о связях Выборга с Миром науки будет работать до сентября. Обратите внимание, с 1 июня научная библиотека замка переходит на летний режим работы. По будням с 10 до 18.00. Выборжцы покоряют индийские просторы. Среди наших земляков немало путешественников, которых влекут дальние страны. Кого-то завораживают северные виды, кто-то находит умиротворение на берегу теплого моря, а сердцевой боржанке Марии Шигуровой пленила Индия. Она провела там в общей сложности 11 месяцев. Так получилось, что к индийским берегам меня пришвартовало, ну, как оказалось, попутными ветрами. Мне моя подруга переслала пост о том, что одна русская семья, проживающая на Гоа, ищет себя помощника на конюшню. И, собственно, так начался мой путь в Индию. Я полетела на 4,5 месяца в первый раз. Билеты вышли, наверное, около, если я правильно припоминаю, 30 тысяч в обе стороны. Но это были билеты до Гоа. То есть гораздо дешевле, например, лететь прямым рейсом в Дели из Москвы. Куда бы ты ни хотел отправиться в Индию, потом можно взять себе общественный транспорт. И это выходит дешевле. Важный вопрос, который встанет перед туристом после прибытия в Индию, касается транспортных перемещений. На недалекие расстояния можно передвигаться и на автобусе. Тем более, что с этим видом транспорта дела в Индии обстоят весьма неплохо. К тому же в интернете можно найти билеты по приемлемым ценам. В целом, все как и в европейских странах. Но есть в индийской культуре такие особенности, которым нужно себя подготовить. В эту страну ты влюбляешься, в следующую секунду ты ее ненавидишь. И это циркулирует постоянно. Вот эта вот ненависть, любовь. Нужно быть готовым к тому, что действительно там большое количество мусора вокруг, на который ты повлиять не сможешь никак. Это уклад жизни людей. И даже если ты весь такой инициативный, будешь пытаться их этому учить, у тебя ничего, скорее всего, не выйдет, потому что у них это устоявшееся, у них это срождение. Нужно привыкнуть к тому, что коровы – священные животные, и они вот так вот вальяжно абсолютно ходят по дорогам, несут в себе какой-то мир, грацию, и люди их не трогают. Они, только если они перекрывают сильное движение, да, могут их как-то подвинуть, но, скорее всего, они просто будут сигналить, но никакое действие не предпринимать. Стоит привыкнуть к тому, что будет очень громко. Индусы, не только индусы, в принципе, все нации, живущие в Индии, они очень громкие. Иногда тебе кажется, что они ругаются, а они просто громко чем-то делятся друг с другом. Я бы сказала, что дорожное движение в Индии – это полнейшая система хаоса, то есть не система, потому что тебе поможет только твоя вытянутая рука. Цветофоры не действуют, на зебрах ты переходить не можешь. Ну ты можешь, но, скорее всего, ты будешь сбит. Плюс они не используют различные поворотники, они сигналят, они делают бип-бип. Они делают это всегда, при любом удобном случае, обуславливая любое свое действие на дороге. Индусы очень непунктуальны, и автобусы не ходят ни по расписанию, и там на работу они опаздывают. Если не сказали, что они сделают это завтра, скорее всего, они не сделают это никогда. И ты от этого не бесишься, ты это принимаешь, потому что страна дает тебе такое ощущение вседозволенности. За четыре с половиной месяца наша героиня завела друзей и знакомых, и во второй раз в Индию вернулась к ним в гости. Чтобы посмотреть на полюбившуюся страну под другим углом. С жильем у Марии проблем не возникло. Там работает каучсерфинг. Ты можешь остаться у людей, так же, как в Европе, Америке, где угодно, абсолютно не опасаясь. Нет ничего особенного в индийском каучсерфинге, он такой же, как и везде. Люди приятные, добрые, щедрые. Они к тебе относятся с уважением, пониманием. Я бы советовала, в первую очередь, обзаводиться знакомыми местными, безусловно, без помощи людей, впоследствии моих друзей, которые стали моими друзьями, я бы не смогла справиться, потому что они знают территории лучше, они знают, куда сходить покушать, они знают, на каком автобусе доехать. Путешествуя по стране, Мария нашла и дорогу к самой себе. Она уверена, что Индия – страна с богатой историей, мировой культурой, мощнейшим национальным колоритом, одухотворенная ведическими тантрами, благоухающей ароматическими маслами священных храмов. Это страна, которая дарит огромный мир, редчайшие экзотики и эзотерики. Люди едут туда, чтобы понять себя, принять, открыть себя по-новому, посмотреть на себя под другим углом. Возможно, даже происходит какая-то трансформация по выходу из тела и видению себя с другой стороны. И получается, что вся вот эта вот энергия, она там циркулирует, она там генерируется, она впитывается в землю, и земля ее тебе обратно отдает. Мне кажется, поэтому, как хотите это называть, но там открываются чакры, различные астралы восприятия, и какая-то интуиция, она работает лучше. Поэтому я туда и еду. Мария уверена, чтобы погрузиться в индийскую культуру и узнать о таинствах и ритуалах больше, достаточно побывать на одной из свадеб местных жителей. Вообще свадьба такое легендарное событие в Индии. Есть определенный сезон, происходящий с ноября по февраль, когда играют свадьбы, и они наиболее благоприятны по ритуальным соображениям. Я побывала даже не на одной, на четырех, и совершенно разными образами. Вообще свадьба, она там гораздо пышнее, чем наши обычно. Там 500 человек – это средняя такая вот масса, что средняя свадьба, и может доходить до тысячи и больше. Вообще свадьба играется для, скорее, семьи. Это какое-то общественное действие, и пара там играет просто фигуративную роль, просто с ними приходится фотографироваться, пожелать им успехов, удачи, процветания в дальнейшей супружеской жизни. Но, скорее, это больше о налаживании связей между семьями, между родственниками. Безусловно, наряды отличаются, и наличие блесток, украшений, всего блестящего меня поражает. Это настолько все ярко, пышно и красиво, что в это невозможно не влюбиться. От штата к штату свадьбы разнятся. Абсолютно точно. Наряды будут разные, украшения будут разные, церемонии будут разные. Каждый штат имеет свою историю, свои традиции. На юге свадьбы, по моему мнению, и по рассказам моих знакомых, и по моему личному уже опыту, честно говоря, более скучные, поскольку там не принято танцевать, петь песни. А на севере, это прям такая зажигалочка. Индия покорила своей культурой и самобытностью не одно русское сердце. Именно поэтому туристы едут туда снова и снова. Мария Шигурова посетила ее уже трижды, и на этом останавливаться не намерена. Она уже начала продумывать детали своего следующего путешествия. Готов к труду и обороне. Кто из юных спортсменов будет представлять выбор в июне в Волхове, решали на стадионе «Авангард». В рамках сдачи норматива в побегу на длинную и короткую дистанции проходил отбор на летний фестиваль ГТО. Ребята, показавшие лучшие результаты, войдут в состав команды Выборгского района для участия в областных соревнованиях. Согласно утвержденному губернаторам Ленинградской области плану мероприятий по внедрению комплекса ГТО, они проводятся зимой и летом. Мы отбираем из сильнейших, то есть по тем показателям, которые они показали в течение вот этой весны у нас, когда сдавали нормативы ГТО. Проводится отборочный этап по тем видам, которые будут у нас на области. Это, прежде всего, короткая, длинная дистанция, пресс, поднимание туловища, и силовое отжимание, и подтягивание. К сдаче нормативов школьники готовятся в большей степени самостоятельно, но родители тоже не остаются в стороне. Совместно с учителями физкультуры и тренерами спортивных секций они следят, чтобы ребята соблюдали режим тренировок и питания, знали свои нормативы и ориентировались на них. Родителям хотелось бы дать совет, чьи дети сдают у нас ГТО. Это, прежде всего, ознакомиться с этим комплексом самостоятельно, чтобы, когда ребенок приходил на сдачу нормативов ГТО, он понимал, что он сдаёт, для чего он сдаёт, и какие виды знал нормативы свои, и чтобы родители также это всё прекрасно понимали. Несмотря на то, что многие из ребят сдают комплекс ГТО уже не в первый раз, остались непонятыми некоторые важные моменты. Также хотелось бы, чтобы родители обратили внимание на возраст ребенка, потому что существует отчетный период у детей с 1 июля по 30 июня следующего года. Но также, если у ребенка в течение этого периода, день рождения, и он переходит в другую ступень, то результаты его аннулируются. Поэтому нужно до дня рождения пройти весь комплекс, чтобы все результаты были в личном кабинете и был присвоен знак. Желающим присоединиться к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru, получить допуск врача, а также заполнить и принести заявку и письменное согласие родителей. Все вопросы можно отправить в Центр тестирования ГТО в Выборге по электронной почте. Пасмурная погода не помешала дружным коллективам весело и с пользой провести майские выходные. Традиционный туристический слет предприятий и организаций Выборгского района прошел в 23-й раз. На территории лагеря «Волна» собрались сотрудники таможни, полиции, Выборгского судостроительного завода, «Газпрома», «Ленэнерго», «Лукойла» и другие. Всего 19 команд. В очередной раз Выборгский район подтверждает свою спортивную составляющую. В этом году на этот турслет собралось рекордное количество команд. В год здорового образа жизни это очень важно, когда люди своим примером показывают другим, что можно жить в ногу со спортом, заниматься, вести здоровый образ жизни и выглядеть очень хорошо, быть в хорошей форме, как все те, кто прибыли сегодня на эту спартакиаду. Среди участников команды со стажем, а также дебютанты. В этом году к празднику туризма и спорта присоединились работники железной дороги и электросетевой компании. Во время торжественного построения сборные громко приветствовали друг друга. Живем хорошо, а будем жить лучше, когда Эдем разгонит все души. Мы сегодня первый раз, победить хотим мы вас. Повстречайте дружно нас, мы ребята просто класс. Искульсия привет от большого завода, что ледоколы спускает на воду. Традицию мы нарушать не хотим и снова сегодня всех победим. Подготовка к основным соревнованиям идет полным ходом, обязанности четко распределены. Пока одни обустраивают площадку, другие тренируются перед играми. Настало время и подкрепиться. Травяной чай из самовара, шашлыки, плов. На свежем воздухе все становится еще вкуснее. Настрой только на победу. Хочется победы, хочется в творческом конкурсе хорошо выставить, мы это очень любим. Ну и хорошее настроение, главное отдыха. Турслет объединяет, детей надо прививать к этому, потому что они смотрят, что можно отдыхать весело, можно играть. Занимали всякие места, бывали и успехи, бывали и, конечно, промахи, так сказать. Ну, старались каждый год пополнять, так сказать, свою копилку удач. Сами мы, как вот видите, готовим, так сказать, к турслету чисто готовы. Воссоединение с природой, дети наши уже сейчас участвуют. Хотим себя попробовать на таком вот мероприятии. Нам интересен опыт и познакомиться с другими организациями. Команды соревновались на волейбольной площадке, в легкоатлетической эстафете, в игре в городки, перетягивании каната. На поле лагеря «Волна» прошли футбольные баталии. Два соревновательных дня, около 500 спортивных и талантливых людей разных профессий. Свежий воздух, здоровый дух и бодрое настроение. Вот они, отличные выходные в год здорового образа жизни в Ленинградской области. Все желающие могли сдать нормативы ГТО. Вечером команды представили свои творческие номера. Соревновательный дух, конечно, присутствовал. Но главное, отмечают участники, турслет объединяет и укрепляет дружественные связи. Я езжу сюда каждый год, уже, наверное, 20-й раз. Это возможность разрядиться. То, что физкультура объединяет, это само понятное. Но объединяет еще и духом. Люди настолько неподготовленные жить в лесных условиях, все равно едут сюда и живут в этих условиях. Это уже говорит о многом, что желание участвовать в таких мероприятиях, оно и полезно, и является тем, что физкультура не погибает, а потихонечку развивается. На футбольном поле лучшими были представители сборной ЭДЭМ. Команда «Сладкий» Бубалех отличились в волейболе. По нормативам ГТО всех опередил приборостроитель. В общем зачете победителем стала команда Выборгского судостроительного завода. На втором месте сборная таможни, третья у команды веселых и активных учителей УВАЗИК. Присоединиться к ежегодному мероприятию есть возможность у любого коллектива. Начинать подготовку можно уже сейчас. На сегодня это все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»